27 мая 2016 года можно смело вписать в летопись Казанского федерального золотыми буквами. В этот день в эфире студенческого телеканала КФУ прошла первая в истории прямая линия с ректором вуза Ильшатом Гафоровым. За два часа эфира в режиме реального времени ректор Казанского федерального ответил на два десятка вопросов, охватывающих все сферы жизни университета. Причем спросить Ильшата Гафорова о насущном мог любой желающий, как написав на почту, так и по телефону и даже видеосвязи. Кстати, вопрос из набежной Челнинского института КФУ стал одним из многих, касающихся преобразований внутри и около университета. В ходе эфира с Ильшатом Гафоровым не раз поднималась тема текущего и капитального ремонта студенческих общежитий, учебных корпусов и баз отдыха. Вы знаете, не все, что нам досталось, досталось в хорошем состоянии. Если бы это было в хорошем состоянии, никто бы этот вопрос не задал. И к большому сожалению, и кампусы учебные, и общежития, и жилье. Имеется желание привести в очень хорошее состояние, причем не по нашим, а по европейским стандартам, поскольку мы общаемся с нашими коллегами и видим, как обстоят дела у нас и как обстоят дела у них. В рамках прямой линии с Ильшатом Гафоровым затронули также актуальность и даже целесообразность некоторых образовательных программ. Так в студии прозвучал вопрос, касающийся создания ресурсного центра по исламоведению. То, что мы светское государство, это не говорит о том, что мы государство без веры. И сегодня все, что связано с исламом, очень требует глубокого осмысления, особенно с теми процессами, которые происходят сегодня в мире. И научная составляющая в этом проекте, она достаточно большая. Зрители прямой линии проявили интерес и к личной жизни ректора КФО. Как оказалось, многих удивляет активность Ильшата Гафорова в соцсетях. Впрочем, у Ильшата Равкатовича на это особый взгляд. Желание что-то разместить в социальных сетях появляется иногда спонтанно. Я что-то вижу красивый лес. Где-то я комментирую, где-то не комментирую, либо где я бываю. Но в частности, когда посещали клиники в Японии, университетские клиники, я разместил несколько фотографий, исходя из того, чтобы показать людям, вот к чему мы стремимся, говоря об университетской клинике в Казах. Точно такая же ситуация, когда я посещаю те или иные лаборатории. Полную версию прямой линии с ректором КФО и Ильшатом Гафоровым вы сможете посмотреть на нашем сайте. Александр Александров, Универньюз.